Дорогие друзья, я хочу сделать этот небольшой репортаж и поделиться своим сердцем своей истории, которую, возможно, никто из вас не слышал и не знает. Меня на это наверило место, в котором я нахожусь. Я нахожусь на Канарских островах, остров Тенерифе, и прямо сейчас я стою у подножия вулкана Тейде, высотой в 3715 метров. Вот этот вулкан, огромный вулкан, один из самых больших в мире, и вы видите следы извержения вулкана, вот эти поползни огненные, черные, и вот этот ландшафт, который сзади меня, это все застывшая, расколовшаяся лава. Это следы извержения, сильнейшего извержения вулкана, которое здесь произошло в последний раз в 1909 году, больше 100 лет назад. И вот представьте, я стою здесь, и я вспомнил моменты своей жизни. Это было, по-моему, в 2008 году, может, даже еще раньше, там, 2007 год, когда впервые я выступил публично, я был совсем начинающим проповедником, и, ну, я считался проповедником, и мне дали микрофоны, где-то там около 700 человек сидело в зале, я сказал крутую проповедь, которая до сих пор, я ее помню. И в конце мне казалось, что меня не все восприняли всерьез, а внутри меня было так много. И я сказал следующие слова. Я сказал, друзья, я чувствую себя, как вулкан, в котором началось вот это кипение лавы. И как полон огня, я полон огня, я полон силы, я чувствую, что скоро этот вулкан двинется. И я сказал, вы все будете мне завидовать. И ко мне подошли после служения, сказали, ну ты что не такой крутой помазанник, тебе надо вынуть руки из кармана, когда ты говоришь. Тебе не надо говорить, что вы все будете мне завидовать. Сначала покажи что-то, да. И я стоял и думаю, ну и ладно, меня не восприняли некоторые всерьез, но я-то знаю, кто я. И прошли годы, друзья мои, и откровение росло во мне, росло во мне, и однажды оно пролилось. И вокруг меня, в моем круге жизни, все начало меняться, как это начало, мы писаем вокруг вулкана. И знаете, как это было, кто-то может сказать, но эта лава, она уничтожила все живое на своем пути. Я хочу вам сказать, огонь он такой. Хочешь костера, получаешь пожар. Играть этим огнем нельзя. И когда Павел говорит о евангелизме, он говорит, для одних мы запах живительных жизни, а для других запах смертоносный. И я почувствовал, что откровения, которые дал мне Бог, они тлены от божественности человека, от созерцания, во всем, о чем я учу, оно просто сжигает вокруг меня все старое. И на нем восходят совершенно уникальные цветы жизни. Вот такие цветы, как растут здесь, они очень редкие. Они здесь начали расти. Они даже, я прочитал за эти цветы, это как свеча. Вот сейчас вы можете увидеть их на своих экранах. Это как свеча. Она растет прямо из камня. Из этой вот коробки, застывшая лава растет. И вот ты когда маленькими-маленькими цветочками, тысячи этих цветочков, как незабудки, только красненькие, да, это напоминает мне, что жизнь, она все равно восходит из любого камня. Именно из камня, помните, камня откровения. Что я хочу сказать, друзья, что на этом круге жизни, в которых выплеслась моя лава, мое откровение, я вижу такие уникальные, классные цветы. Это вы, те, кто словил это открытие, кто почувствовал жизнь. И, конечно, я вижу опустошение вокруг себя, изменение дизайна. Каких-то друзей, каких-то приятелей, каких-то тех людей, которые были рядом, когда я был там в религии, они смотрели на меня сверху вниз. Они исчезли. Так вот многие растения, которые, наверное, насаждались здесь 100 лет назад эту землю. Но лава пролилась, огонь пролился. Исчезло то, что было раньше. И появились цветы жизни, красные, красивые, нежные, которые способны расти в любых условиях. В палящем солнце, как здесь, здесь очень жарко, негде спрятаться. Здесь нет воды, практически видимой воды, но их корень достигает какой-то воды даже в этой застывшей лаве. Вот что такое вулкан. И что я тебе хочу сказать, мой друг? Если в тебя не верят, если на тебя смотрят с высока, если тебе кажется, что тебя никто не слушает, что тебе нужно сделать в этот момент? Обрати внимание на свой вулкан. Обрати внимание на то, что кипит внутри тебя. И однажды ландшафт твоей жизни вокруг тебя так сильно поменяется. Ты будешь ходить и гладить эти нежные цветы. Все слезами умели на глазах. Ты будешь знать, эти цветы жизни взошли из твоего камня откровения, который вырвался из твоего сердца. И вот он вулкан. Здесь красота, здесь другой ландшафт. Он никогда больше не будет таким, как был раньше. Все это благодаря просто одному огненному порталу, одному огненному соплу, которая выдала этот огонь из недр Божьей природы. Вот что я хотел вам о себе рассказать. Прошло, друзья мои, если это был 2007, по-моему, или 2008 год, может, потом я в эфире как-нибудь расскажу об этом. И не так много времени, постой. Сколько там? 15 лет, друзья мои. И я знаю точнее то, что кипит внутри тебя. Не важно, сколько лет оно кипит. Просто выходи, и как бы тебя не воспринимали, серьезно или не всерьез, открой свой, что называется, СОПУ, открой свой огненный портал. Все будет так, как ты захочешь. И ландшафт твоего круга жизни обязательно поменяется. Я верю на тебя. Вот такой, друзья мои, цветок. Это прям как дерево. Вот то, что я говорю, много-много розовых цветочков, это как напоминает мне вас, когда вы все вместе собираетесь. Это дивно. Смотрите, как нежно. Смотрите, как красиво. Как это может расти из этой каменистой породы? Но это то, что растет в любом месте. Это реально как будто символ славного тела, которое прорастает везде, имеет сверхвозможность. Вот что растет здесь после извержения вулкана. И таких вот деревьев, прям цветов здесь очень много. Я уверен, что их здесь не было до того, как вулкан произвел свое действие. Ты знаешь, я помню эту проповедь, но ты там не рассказал, там был такой момент, когда смотришь на гору, особенно если она поросла травой, и ты даже понятия не можешь, что это дремлющий вулкан. Поэтому точно так же и люди. Каждый из нас выбирает, кто ты. Ты вулкан все-таки, или ты лужайка, на которой пасутся козлики и овечки. Лужайка бы тоже неплохо, но... Но вулканам лучше!